Дорогие друзья, привет всем! Меня зовут Алексей Саватеев, и я представляться, наверное, не буду. В смысле, не буду рассказывать о себе. Вы меня много раз видели в интернете и на моем канале, и на много других каких каналов. Всюду мою роженое, наверное, видели сто раз. Что здесь будет происходить? Здесь начинается проект вехи математики. От Евклида до Лобачевского. До наших дней хотел сказать. Но печалька. Дело в том, что я сам математику наших дней не знаю. Ну вот так уж получилось, что математика 19 века еще оказалась мне по силам, а 20 пока еще нет. Возможно, я ее изучу, и тогда мы продолжим этот проект и дальше тоже. А пока условное название «Вся математика, которую знает Саватеев». Значит, теперь в какой форме это все будет излагаться? Этот проект является правоприемником проекта «Панматематика». Ну, то есть, так сказать, мы его перезапишем. На «Панматематику» было некоторое количество критики, связанных с тем, что не видно моей рожи, и падает как бы мотивация из-за отсутствия моей рожи. Я не знаю, так сказать, я это оставляю под вопросом, насколько появление лица в кадре увеличивает мотивацию, но мы решили все-таки, что лицо в кадре будет. И, значит, кроме того, у нас будет четко поставленная цель. Цель состоит в том, чтобы своими руками доказать целый ряд утверждений, которые возникали в математике за эту огромную историю ее существования, начиная с 3000-летней давности и заканчивая, там, может быть, какими-то последними загадками, которые очень красивые и формулируются детским и понятным языком. То есть, это математика в ретроспективе. Ну и есть у нас всех, и у меня, и у нашей команды, есть глубокое убеждение, что существует несправедливость. Несправедливость эта стоит в том, что достижения всех прочих наук в школе так или иначе изучаются, а великие достижения математики, самые главные вехи в ее истории, остаются книгой за семью печатями, потому что все-таки это утверждение часто не очень простые, особенно если с доказательствами вместе. И, в общем, простому школьнику они не по зубам. Но вот на самом деле, мне кажется, что даже простой школьник мог бы хотя бы понять, в чем заключаются эти утверждения, а более сильные могли бы и посягнуть на большее, то есть на доказательства. Я вообще считаю, что математика – это часть общечеловеческой культуры, такая же, как история, литература, там, многие другие области. И поэтому каждый человек, который считает, что он образован, должен хотя бы приблизительно понимать, чем занимаются математики, что они делали на протяжении этих трех тысяч лет, ну и как бы, может быть, даже в идеале, в какую сторону надо движется сейчас. Но как минимум, это, значит, бывшие вот эти вот, бывшие все этапы. Ну, давайте я теперь расскажу о тех задачах, которые мы будем разбирать постепенно. Поехали на машине времени примерно на две с половиной тысячи лет назад. Еще в Древней Индии было известно, что, чтобы получить прямоугольный треугольник с целыми сторонами, нужно взять некоторые два числа и произвести с ними вот такую манипуляцию. Формулы индусов называются. То есть взять два разных количества, перемножить эти два, умножить на двойку. Я так пытаюсь, пытаюсь, ну, подражать языку тех времен, но в нашей, конечно, современной системе записи все элементарно. Вот так оно записывается. Вообще, первое, что было обнаружено Пифагором, это что вот в этой ситуации х квадрат плюс у, это равно z квадрат. И это, на самом деле, очень красивая картинка, которую я потом вам покажу. Математика в области, так сказать, ее, ну, вот когда я привлекаю интерес к математике у взрослых, порождаю его, да, я должен нарисовать некоторое количество картинок, потому что взрослые обычно забыли все, что было в школе, а картинки визуально наглядные, они на них смотрят и говорят, о, да, у, да, слушайте, а да, правда, и это тоже да. Ну, то есть она начинается как бы с геометрии. Первая часть математики — это такая геометрическая алгебра, где все формулы выражаются в виде картинок. Ну, и вот с помощью картинок мы докажем, что это и это вот просто одно и то же. То есть мы ищем решение вот такого уравнения в целых числах. Ну, и вот древние индусы знали, что это так, но не знали почему. И более того, было понятно, что если подставить два числа, то получится такой треугольник. А почему любой треугольник такой формулой, такими формулами задается, было непонятно. Более того, и неизвестно даже, любой или не любой. Ну, непонятно тут, когда это было окончательно ясно. Наверное, все-таки только при диафанте Александрийском. Я какое-то время думал, что Пифагор умел это выводить. Кажется, все-таки первый прямо такой строгий вывод — это скорее диафант Александрийский. Ну, историки математики меня поправят, если это не так. Так, и вывод этот мы с вами произведем. Мы придем к этим формулам в течение первых нескольких уроков, там, десятка с небольшим. Вот, теперь смотрите, как устроен мозг математика. Он смотрит на какую-нибудь формулу, на какое-нибудь уравнение, которое уже решено, и начинает его развивать в разные стороны, да, усложнять, ну, уточнять. Если у него не получается решить, если бы мы не умели это решать, то, наоборот, упрощать как-то, какие-то частные случаи рассматривать. Вот давайте потопчемся на этом уравнении таким образом, потопчемся, да. Ну, во-первых, можно было бы попытаться выделить в этом огромном многообразии всех таких треугольников самые вытянутые, такие, которые, так сказать, похожи на две параллельные линии, где-то в конце с смыкающейся маленькой перегородочкой, и, наоборот, на самые такие жирные, ну, такие наиболее похожие на равномедренный прямоугольный треугольник. Вот задача нахождения вот таких, она формально, ну, может быть, сформулирована, что давайте попробуем найти максимально вытянутые, как только позволяет, ограничение целочисленности, то есть, чтобы вот этот катет был на единицу меньше, чем эта гипотенуза. Он будет меньше по длине, вот самое маленькое количество, на которое он может быть меньше, это единица. Ну, вот, если это n, а это n плюс 1, а это неизвестно, какое x, то возникает задача описания вот таких вытянутых прямоугольных треугольников. Она имеет очень простое решение, нужно суммировать подряд нечетные числа, и как раз будут получаться квадраты на каждом шаге. Продолжение следует в одной из будущих лекций. То есть, вот эта задача будет очень просто решена. Эта задача нерешаема, прямоугольного треугольника с целыми сторонами и равными катетами не существует. Оказывается, это сводится к тому, что корень из двух не может быть представлен в виде отношения двух целых чисел. И это утверждение само по себе порождает огромную теорию, которая вся изучена, квадратичное расширение полей, все такое. И эту теорию мы с вами всю целиком тоже исходим конями, там на поездах изъездим, вот, и на лыжах тоже искатаем. Но, можно же спросить, а может ли быть так, что они максимально близки друг к другу, скажем, один катет n, другой n плюс 1? Ответ, да, может. И это целая серия бесконечная. Но эта задача значительно сложнее, чем эта. Эта задача сводится к решению в целых числах уравнения y квадрат минус 2x квадрат равно плюс-минус единице. Коль скоро m разделить на n, или, ну, в данном случае x разделить на y, да, не может быть точности равно корню из двух. То и, соответственно, y делить на x здесь, да, y делить на x. Как бы, что вот это равенство означает? Это значит, что y делить на x максимально близок к корню из двух, как только можно себе представить, потому что его точное равенство корню из двух означало бы, что y квадрат минус 2x квадрат равно нулю. И утверждение о том, что этого не бывает, означает, что, будучи целым числом, оно не может быть равно нулю. Значит, ну, как бы, первые разумные вопросы, которые здесь можно задать, это может ли оно быть равно плюс-минус единице? Ответ, да, и бесконечное количество раз. Ну, дальше понятно тоже, значит, что следующий возникает вопрос, а что, если мы двойку заменим на какое-нибудь другое число? m. Опять, ответ, да, бесконечное количество раз для любого такого m, которое само не является полным квадратом. Если m является квадратом числа, то такое равенство невозможно, кроме тривиальных случаев, это каждый из вас докажет в 5 минут. А вот если m не полный квадрат, это называется уравнение пелля, выдумал его фирма, так очень часто бывает, уравнение называется именем не того, кто его придумал на самом деле. Тот самый фирма, который перешел к еще одному интереснейшему обобщению. Он сказал, а что если здесь вместо двойки поставить тройку, четверку, пятерку и вообще n степень? И с этого момента начался великий поиск человечества, тысячи сломленных судеб. Ой, чего бы только там не было, люди доходили до отчаяния, люди всю жизнь посвящали этому, сколько человек и часов потрачено на решение этого уравнения. Невозможно даже представить себе. На сегодня оно полностью решено. Но простите, его пока мы разобрать не можем, ибо я это доказательство не понимаю сам. Ну, а еще одно совершенно замечательное перспективное направление, это заменить здесь z квадрат не квадратом, а просто каким-нибудь числом. То есть спросить себя, а вот если выбрать n как-то, в каких случаях можно представить n как сумму двух квадратов? Задача на самом деле имеет прямое отношение к очень простой и красиво формулируемой гипотезе, которая называется гипотеза R-дыша о равных отрезках, или задача R-дыша о равных расстояниях. Нам дано несколько точек на плоскости, мы сами должны руками их расставить так, чтобы получилось как можно больше одинаковых по длине отрезков. Эта задача немедленно освоится к изучению такой, такая немедленно освоится к изучению ситуации, когда здесь простое число стоит. И это называется рождественская теорема Ферма, замечательное утверждение, что любое простое вида 4К плюс 1 есть сумма двух квадратов, ну и существенно единственным способом. И развитие этой теории находят гауссовые числа, выдуманные Карлом Фридрихом Гауссом. Ну и в общем, должен сказать, что все, что известно в этой задаче делается так, но на самом деле в этой задаче огромное количество неизвестного. Реальная асимптотика того, сколько отрезков можно уравнять друг к другу, никому неизвестно по сей день. Вот так, вот такая красивая задача, которая не решена. У нас часто будут появляться задачи, которые не решенные до сих пор, но некоторые из решенных мы будем разбирать. Вот это такой план действий на какую-то часть нашего с вами курса вехи математики. Про некоторые из других замечательных задач я расскажу при следующей встрече.